Всем привет, дорогие друзья! И сегодня я хочу раскрыть одну из очень важных, архиважных тем. Это топ 20 ошибок при открытии кофейного бизнеса. В принципе, эту тему можно применить не только к кофейному бизнесу, а и вообще к любому роду бизнеса, поскольку это важные ошибки, которые очень и очень часто совершают все-все новички в бизнесе. Поэтому давайте перейдем дальше к просмотру этих основных ошибок. Если это видео полезно, то вы можете делиться этим видео в соцсетях, либо же перекидывать своим друзьям, обсудить эти моменты, есть ли у вас такое в практике, сталкивались ли вы с такими вопросами. И также можете оставлять комментарии, мне очень и очень интересно их всегда прочитывать. Поэтому спасибо большое за ваше внимание и погнали! В этом ролике я не хочу представляться, поскольку у меня на канале уже я не знаю, какое количество роликов, и в каждом из них я представляюсь. Я думаю, что вы уже запомнили мою внешность и запомнили, как меня зовут. Поэтому поехали сразу к делу. Самая важная топовая ошибка, которую совершают все, независимо от вида бизнеса, которую он начинает, это ориентир на цену аренды. Если это не ваше собственное помещение, если вы находитесь в поиске, то чаще всего люди делают глобальную ошибку, когда ориентируются исключительно на стоимость аренды. Либо же это низкая стоимость, их это привлекает, поскольку они думают, что возьмут сейчас стоимость аренды низкую, не важно, какой там будет трафик, не просчитывают ничего, просто ориентируются на то, что я же классная, я сделаю там классный дизайн в кофейне, супермодное меню, и ко мне будут ходить со всех уголков в радиусе 3 километров, просто потому что я здесь есть. А не ориентируются на то, что место находится где-то в глубинке, на второй линии, можно сказать, что трафик там даже если есть, то он не целевой. А сейчас мы об этом более подробно поговорим. Либо же ориентируясь на то, что за эту цену, допустим, пускай это будет 600 долларов аренда, вы можете взять 10 квадратов, либо же вы за 600 долларов аренды можете взять 35 квадратов. И, конечно же, первое, что приводит на мысль, зачем платить больше. Нам же нужно больше помещений взять, оно по такой же цене, там можно больше столиков расставить, больше клиентов обслужить и так далее. Но вам в первую очередь нужно ориентироваться на экономические показатели этого места. То есть нужно просчитать экономическую модельку с учетом того, сколько бы стоит аренда, просчитать целевой трафик. Именно важный целевой поток людей вокруг этого места может быть просто колоссальным, неимоверным. Это может быть что-то вот очень-очень проходимое, но тем не менее люди не будут нацелены там пить кофе. Вот что называется целевым трафиком. То есть вы должны понимать, что эти люди, которые проходят мимо этого места, готовы остановиться, попить кофе, посидеть, уделить этому время, либо же взять кофе с собой перед тем, как они идут на работу, к примеру, либо же по своим делам. Поэтому вам очень важно в первую очередь не ориентироваться на цену, а ориентироваться на целевую аудиторию, то есть на целевой трафик, который будет проходить мимо. Второстепенным уже будет цена. Да, она должна быть адекватной, она должна быть незавышенной. И в экономической модели вы должны учитывать и просчитать выход на точку окупаемости. То есть с такой арендой, сколько чашек в день вам нужно сделать, чтобы выйти в операционный ноль. Если это невозможное количество чашек в районе 400 или 500 чашек в день, что очень тяжело достичь, то, соответственно, вам абсолютно экономически невыгодно брать аренду с такой ценой. Да, ну это уже у вас обосновано цифрами, а не просто стоимостью аренды, которую вы ни с чем не связали. Это обосновано цифрами, которые вложены в экономическую модельку. Поэтому очень важно, не ориентируйтесь на цену, а берите ориентир полностью на комплекс разных цифр, анализы места, анкету проходимости, инструкции по поиску места, где расписано, что нужно еще учитывать и так далее. Переходим к следующему пункту. Следующей ошибкой является ошибка, когда человек говорит, что я выберу недорогое зерно, чтобы не увеличивать себестоимость продукта, то есть себестоимость кофейного напитка. Ребята, уже давно прошли те времена, когда люди не могли отличить, ваши гости не могли отличить натуральный кофе от растворимого кофе и арабику от робусты. Человек уже давным-давно приходит к кофейню за качественной арабикой, за качественным продуктом, в котором сочетаются все вкусовые качества, в том числе та же кислинка, тот же баланс вкусовых качеств и так далее. Поэтому экономить на зерне ни в коем случае нельзя, учитывая тем более, что вы кофейня, а не ресторан, где в основу идет подача блюд, а не кофе. Вы кофейни. Самое ценное, самое другое, что у вас есть, это ваш продукт, ваш кофе. Поэтому зерно нужно покупать качественно, обязательно. Оно не должно дешево стоить. Вы тоже здесь не должны ориентироваться на цену. Вам нужно понимать, какое качество продукта вы дадите, и что с этого зерна можно выварить, насколько вкусный продукт, с какой стороны это будет зерно, как долго оно хранилось перед тем, как у вас приехало. Куча-куча-куча характеристик. Вы должны сделать каппинг этого зерна перед тем, как решить запустить у себя в кофейне именно это зерно, и на нем готовить все кофейные напитки. Даже если вы будете использовать купаж, а не чисто 100% арабику, то робуста в этом купаже тоже должна быть высокого качества. Потому что, извините меня, робусту можно купить и за 2 доллара килограмм, и за 15 долларов килограмм. Вы можете купить робусту высококачественную. Робуста, она не значит плохо, она тоже есть хорошая. Но просто вам немножко нужно в этом разбираться, понимать, что вы берете, не покупать кота в мешке просто за лейбл или за название, которое написано на упаковочке. Поэтому ориентируйтесь на качество зерна, оно должно быть у вас на высшем уровне. Именно на вкусовые характеристики вашего кофе должен в том числе ходить гость. Помимо улыбки, интерьера и так далее, все, что мы проговорим в дальнейших пунктах. Касательно нумерации этих пунктов, поскольку у нас будет 20 ошибок, мы просто пропишем тайм-коды ниже под видео, чтобы вам было удобно переходить к той или иной ошибке. Но проговаривать эти все цифры, честно, я запутаюсь. Это подряд. В любом случае, внизу под видео можете переходить. А мы переходим к следующей. Следующая ошибка, горе предпринимателей, это когда человек хочет поставить автоматическую кофеварку вместо ручной, где нужны ручки бариста, которые готовят этот волшебный напиток. Да, ребята, автоматическую кофеварку можно поставить, но если вы заправка, либо же если вы ритейл, какой-то магазин, супермаркет, где будут прикасовые зоны, еще возможность попить кофе. Но если вы кофейня, и вы ориентируетесь на людей, которые будут приходить пить вкусный, качественный кофе, забудьте об автоматических кофеварках. Прошло то время, когда, это было модно, прошло то время, когда человек мог пить это, потому что кофе это тяжело назвать, этот напиток с автоматического аппарата. Либо же еще хуже, это когда ставят вендинговые, там, ты нажимаешь кнопочку, и выливается, господи, не знаю даже что, с сухого молока и из какого-то вообще непонятного субстракта вместо кофе. Поэтому человек приходит к вам за качеством, каждая чашка должна быть индивидуальна. То есть барист должен приготовить своими руками, взбить молоко, нарисовать сердечко, либо же розетту, либо же мишку, каждому гостю под свое настроение. Это должно быть вкусно, качественно, и это исключительно на полуавтоматических кофейных аппаратах, то есть ни в коем случае не автомат, ни в коем случае не то, где мы нажимаем кнопочку, и напиток сам себе готовится там. Нет, прошли времена, все хотят вкусный, качественный кофе, поэтому забыли, вычеркнули эту ошибку со своей жизни. Мы используем исключительно профессиональные итальянские, либо же американские кофейные аппараты. Следующая ошибка – это наличие, а точнее отсутствие фирменного стиля. У вас должно быть наличие фирменного стиля, но ошибкой является его отсутствие. Это когда вы решили, что я сам классный дизайнер, считаю, что-то придумаю, я люблю желтые, а тут немножко голубого. Либо же у меня друг дизайнеры отрисуют мне за бесплатно, либо же за кромешную стоимость. На самом деле это все неверно. Уделить стоимость, выделить стоимость и уделить время и внимание фирменному стилю безумно и безумно важно. Поскольку попросту, если у вас не будет фирменного стиля, если у вас не будет какой-то изюминки, истории, почему это так, почему, что несет в этом ваш фирменный стиль, какая задумка в этом, то вас попросту может не заметить ваша целевая аудитория и пройти мимо или пройти к кому-то, кто более яркий, ярко выражает свою индивидуальность в кофейне. Нам очень важно не экономить бюджет на создание дизайна для кофейни и сделать это действительно с какой-то вдохновляющей идеей. Это не просто должно быть красиво, а это должно нести какой-то посыл. Вашему гостю это должно что-то, что запомнится, ради чего он должен туда ходить. Поэтому выделяйте, пожалуйста, этому время, внимание и ваши ресурсы. Переходим к следующей ошибке, которая проявляется в том, что вы можете использовать классические стаканы, например, с метро. То есть у вас не будет проявления фирменного стиля в дизайне вашего стаканчика. Да, я соглашусь, вы сейчас скажете, что печатать индивидуальный дизайн это слишком дорого, поскольку нужно сделать партию в какой-то объем, какой-то тираж минимальный, который будет печатать именно под вас, под ваш дизайн. Плюс вам нужно еще затратить время свое и деньги на то, чтобы разработать дизайн. То есть нужно передать дизайнеру техническое задание, подождать, пока он сделает вам. И это должно быть качественно и красиво, и нравится вам в первую очередь. Поэтому это достаточно дорогостоящий по затратам времени, по затратам денег процесс. Но не забывайте, что ваша целевая аудитория – это люди от 18 до 45 лет. В среднем это те люди, которые ходят в кофейню пить кофе, кофейные напитки. Поэтому запросы у таких людей достаточно высоки, и вам нужно им соответствовать. Посмотрите, как много в соцсетях люди пустят фотографии со стаканчиком. Либо же это просто стаканчик на фоне какого-то вида красивого, либо же это с селфи стаканом, если он безумно красивый. Поэтому стаканчик – это то, что привлекает внимание, это то, что запоминается. Это то, что человек может забрать даже с собой домой, поставить тебе в коллекцию, либо же просто поставить, вот, ребята, этот красивый стаканчик, если он ему очень понравится. А это ваша особенность, это ваша фишка, которой вы можете выделяться среди конкурентов, и то, что запомнится. То есть не экономьте на этом средства, уделите этому время обязательно, и сделайте что-то необычное, что будет нравиться. Хорошая подсказка для вас – это использование Пинтереста для создания идей, поскольку в Пинтересте вы можете найти множество, огромное количество разных вариантов дизайна и адаптировать уже под свою цветовую гамму, и посмотреть, подсмотреть идеи, которые уже кто-то реализовал, не обязательно в вашей стране, а может где-то за границей. Поэтому открывайте Пинтерест, уделяйте там этому время, находите варианты, которые вам нравятся, и вперед создавать что-то необычное и красивое. И следующее, что относится к лицу вашей кофейни – это фартуки. То есть ошибка – покупать обычные классические фартухи и одевать их на своих бариста. Нет, фартухи – это лицо вашей кофейни, это то, что должно было сделано быть с индивидуальностью, это что-то, что должно быть красивой цветовой гамме, это то, что должно быть обязательно качественным, поскольку фартук должен защищать вашего бариста от возможности облиться кипятком, горячей водой. Это не только о том, чтобы не запачкаться, это о том, как человек выглядит, потому что когда к вам приходит гость, первое, что он видит – это дизайн вашей кофейни, второе, что он видит – это бариста, который улыбается, когда человек заходит, и третье, что он видит – это, соответственно, дизайн стаканчиков, особенно если он какой-то яркий и незабываемый. Поэтому уделяем тоже внимание фартукам, делаем их особенным, может, делаем их даже с нанесением вашего логотипа, к примеру, можете где-то на карманчике это сделать, чтобы было красиво. Ну и не забываем, что он должен быть всегда чистый, постиран, выглажен, напрятен, чтобы это было приятно всегда на вашего бариста посмотреть. То есть это также лицо вашей компании. Следующий – подбор расчетного счета для работы в кофейне. Это когда люди будут рассчитываться с вами не наличными деньгами, а карточкой. И вы должны получать на свой ФОП, либо же на свой ТОВ, в зависимости от вида, который вы выберете для деятельности кофейни, вы будете получать на свой расчетный счет деньги, которые будут приходить от покупки в кофейне. Но не забываем, что на это нужно выделять время, но не зацикливаться на этом, поскольку это не самое важное в кофейне. Да, вам нужно знать условия, вам нужно знать, сколько будет стоить обслуживать этот расчетный счет, нужно ли вам платить от этого какой-то процент, либо же не нужно. Поэтому вы всегда можете обратиться к консультации к нашей компании, мы можем подсказать, как удобнее и чем удобнее пользоваться нам. И касательно открытия счета в расчетном счете, советую вам не открывать ни в коем случае его в Райфанзенбанке. Это не антиреклама, просто у меня уже был этот опыт, и я бы хотела поделиться этим опытом, чтобы у вас не было такого негативного опыта, поскольку транзакция может идти от одного дня до трех дней, с учетом выходных, онлайн решить проблему никак нельзя, нужно ехать только в центральный офис, в общем, это просто ужас, я как вспомню, это просто мучение. Не открывайте, пожалуйста, счет в Райфанзенбанке для того, чтобы обслуживать свою кофейню. И не благодарите. Под следующим номером нашей ошибки, которую чаще всего предприниматели совершают, это я буду брать только новое оборудование, и все у меня должно быть только новое, новое, новое. Да, я согласна, что экономить нельзя на своей кофейне, на открытии своего собственного бизнеса, но что-то вы можете взять уже бушное, и в этом нет ничего страшного, вы, наоборот, сэкономите свои средства и сможете как-то свой бюджет на открытие немножко урезать. К примеру, планшет, морозильные камеры, та же кофеварка не обязательно должна быть новой, вы можете взять это в отличном, шикарном состоянии, но уже бушное, поскольку как только вы начинаете это использовать, как минимум 50% стоимости от нового, приобретенного, либо же это аксессуар типа планшета, либо же это кофеварка, вы потеряете. Поэтому есть смысл рассмотреть бушные варианты. Да, не стоит там экономить на кофемолке, да, кофемолка должна быть обязательно новой, поскольку жирнова стираются, и это может быть отображено на ваших вкусовых качествах кофе. Но если это реставрированная классная кофеварка, которую вы протестировали, заменены все части необходимые на новые, то вы спокойно можете брать бушную кофеварку хорошего качества проверенного производителя. Либо же тот же планшет, не имеет значения, будет ли он новый, гостю вашему абсолютно все равно, либо же он будет бушный, просто в хорошем состоянии, не потертый, да, там красиво, чтобы он выглядел для вашей системы электронного учета-продаж. Поэтому здесь мы можем сэкономить, не обязательно гнаться за всем новым. Следующая ошибка – это введение вашей ежедневной отчетности в блокноте и ручкой. У меня одна кофейня, я смогу первое время заниматься подсчетом всего самостоятельно, вручную. Нет, 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 ни в коем нет, вас будут воровать минимум 30% от вашей чистой прибыли, которую вы могли бы заработать. Уже давным-давно есть элементарные системы электронного учета-продаж, которые достаточно демократичны и недорого стоят, и можете спокойно пользоваться ими и понимать. Помимо того, что у вас будет отчет всех денежных средств, движение денежных средств, вы можете еще видеть, что у вас есть на остатке, что вам нужно заказать, вам приходят напоминания с CRM-системы, что у вас заканчиваются стаканчики, вам нужно заказать, или у вас на остатке, там осталось 5-10 кг кофе, вам нужно сделать заказ, чтобы обновить себе складские запасы. Поэтому это очень важно ввести весь учет в системе электронного учета-продаж. У вас не будут воровать, вы будете видеть остатки, и дела у вас в кофейне будут намного лучше, чем вы будете эти делать вручную. Не советую пользоваться изначально какими-то сложными системами типа R-Keeper. Нет, есть давно попроще системы, где вы можете легко вбивать, легко этим всем пользоваться, научить вашего бариста вносить туда напитки, и на постоянной основе просто до автомата довести это, что вы уже вбиваете туда все, и в конце дня вы можете посмотреть, что у вас на остатках. Следующая распространенная ошибка считается боязнь конкуренции. Это когда вы вроде хотите кофейню, вроде все же с ней мечтали, вроде бы даже в детстве хотели свою маленькую кофейню, куда вы будете приходить пить кофе, наслаждаться круассанами, это будет лично ваше, что приносит вам прибыль, куда вы можете привезти свою семью, своих друзей, провести деловую встречу. Ну, это вообще место универсальное. И вдруг после того, как вы уже выросли, захотели эту действительно кофейню себе создать, вы понимаете, что вау, очень много конкуренции вокруг, очень много кофея, мне кажется, что я не выживу, и так уже на рынке есть все, невозможно выдумать что-то еще, что-то лучше и так далее. Да, рынок растет, но тем не менее, не забывайте, что по сравнению с другими странами у нас он еще достаточно на низком уровне. И те люди, которые говорили мне 5 лет назад, что да нет, такая конкуренция сумасшедшая, в кофейню нет смысла заходить. Ребята, у нас уже столько кофеен, и все прекрасно зарабатывают, что каждый раз, когда я слышу это, я просто улыбаюсь, понимаю, что еще можно 5, 10, 15 лет спокойно зарабатывать на кофе, и вообще не бояться никакой конкуренции, потому что рынок только-только насыщается. Все больше людей понимают, что кофе это вкусно, все больше людей вносят себе в привычку пить кофе ежедневно. И я не скажу, что это плохо, поскольку кофе также положительно очень влияет на организм и помогает человеку сконцентрироваться, получить эмоции и так далее. Поэтому люди все больше привыкают к кофе, и рынок только-только начинает расти. И вы можете входить в этот бизнес в любое время. И поверьте, через 10 лет он будет еще более актуален, чем сейчас. И как бы войти сейчас – это самое лучшее, что вы можете сделать. Подумать об этом сейчас и не бояться. Следующая распространенная ошибка – это когда человек в погоне за своей мечтой забывает о том, что для открытия кофейни нужны средства. Нужны собственные средства, которые вы уже успели сгенерировать. И это относится к тому, что касательно брать ли деньги в кредит на открытие своего бизнеса. Да, определенно да. Но здесь нужно учитывать процентное соотношение. Если вы хотите брать деньги в кредит, то моя рекомендация – не брать больше 40% заимствованных денег. 60% у вас должно быть собственных накопленных денег. Если вам немножко не хватает, лучше подождать месяц, второй, третий, поднакопить сумму, чтобы у вас была какая-то подушка безопасности, какая-то уверенность. И у вас не было чувства, что вы работаете на кого-то другого, когда вы зарабатываете полгода деньги, но вам приходится отдавать их все в банк, чтобы перекрыть свой кредит. Как минимум моралька у вас будет на нуле, потому что вроде вы работаете, вроде прекрасно зарабатываете, а денег-то нет, вы отдаете все в банк, покрываете свой кредит. Поэтому обязательно учитывайте то, что собственные средства вам обязательно нужны для открытия кофейни. Либо же второй вариант, если вы одалживаете у кого-то деньги, да, может быть родной человек, к примеру, беспроцентно, да, когда у вас не растет процентная ставка, когда вы не теряете каждый месяц свои средства, а просто вот вам дали на год эту сумму, через год такую же сумму вы вернете. Да, это уже другая история, но опять-таки акцентирует свое внимание на том, что вы можете в связи с денежной обстановкой испортить себе отношения. Поэтому всегда заимствуем денег, будьте аккуратны, и если берете кредит, то не больше 40% денег вы можете взять в кредит. Остальные средства должны быть ваши. Следующая ошибка. Трафик очень важен, но без уточнения, какой трафик. Да, трафик важен, но если вы открываетесь где-то, где просто проходящий трафик, это называется сквозняк, по-другому. Сквозняк. Это те люди, которые пролетают мимо со скоростью света, и даже не замечают, что у вас там кофейня. Очень часто я слышу такие выражения, когда люди говорят, представляешь, я уже 5 лет здесь хожу, и ни разу не видел, что здесь эта булочная открылась. Серьезно? Как? Я увидел ее в Инстаграме и пошел к ней только из-за того, что я увидела ее в Инстаграме, где-то в соцсетях за мной реклама бегала. Но я, проходя мимо, никогда не обращала на это внимание. Вот что называется сквозняк и проходящий трафик. То есть вам нужно ориентироваться исключительно на трафик целевой аудитории. А как просчитать этот трафик, это уже делают специалисты. Это уже делает либо же франшизная компания, либо же вам нужно нанимать человека, который в этом специализируется, поскольку вам самому реально будет сложно понять, целевая эта аудитория или не целевая. Вот как мне понять, человек прошел, он купил бы у меня кофе или не купил. Вот этим подсчетом и занимаются уже люди, которые в этом имеют какой-то опыт. Поэтому перед тем, как выбрать место в аренду, а место это очень важно, это 80% успеха кофейни, вам обязательно нужно обратиться к специалистам, кто поможет вам с просчетом целевого трафика. Следующая ошибка – это кофейный бизнес убыточен. Очень много кофеин закрывается, поэтому риск 50 на 50. Нет, на самом деле это не так. Да, я соглашусь, что очень много кофеин закрывается, но абсолютно не по тем причинам, что кофе – плохой продукт, либо же кофейни не зарабатывают. Нет. У каждого бывают порс-мажорные обстоятельства. Где-то человек совершил при открытии кофейни безумное количество ошибок, в том числе, которые мы сейчас проговариваем. И, соответственно, да, гости не ходят, гости не пьют кофе. Кофейня убыточная, что же еще с ней делать, как не закрыть? Да. Но компании, которые хорошим дизайном, суперклассным персоналом, суперклассной идеей, качественный продукт, скорее всего, не закроются, поскольку они найдут свою целевую аудиторию, они найдут своего гостя, построят круг постоянных гостей. Да, кофейня – это конкурентный бизнес, и рядом с вами может быть достаточно большое количество кофейн, но это не значит, что вы от этого закроетесь. Вам просто нужно при создании кофейни делать как можно меньше ошибок и вкладывать туда свою душу, свою любовь. К примеру, у нас есть кофейня, возле которой находится еще, на секундочку, внимание, 12 кофеен, 12 в радиусе 1 километра. И это я не говорю в радиусе 5 километров, в радиусе 1 километра у нас находится 12 кофеен. Работает кофейня уже пятый год и шикарно зарабатывает отличные показатели и расширяет всегда свой ассортимент. И абсолютно не смущает, что вокруг есть еще 12 кофеен. Да, они уже успели ротацию сделать, некоторые закрылись, но это те кофейни, которые допускают безумное количество ошибок. И это не относится исключительно к кофейням, это относится к любому бизнесу. Вы можете открыть булочную, рядом с вами будет куча булочных, и также надо делать кучу ошибок, и также самым благополучно закрыться через полгода. Поэтому кофейня не убыточный бизнес. Бизнес просто сам по себе, это сложная структура, в которой нужно учитывать многофакторность. Это многогранная система, которую нужно уважать, любить, понимать ее, и быть внутри ее обязательно, для того, чтобы быть хорошим бизнесменом, хорошим предпринимателем. Следующий пункт, это неправильный выбор налогообложения. По незнанию, либо же по совету каких-то умельцев, вы можете случайно наткнуться на ситуацию, когда вы будете налоги платить с вашего оборота. То есть не с вашей чистой прибыли, когда вы заработали, отчитали зарплату, отчитали себестоимость продукта, отчитали электричество, и все, что вы потребляете, и только с этого заплатили налог. Нет, вы платите налог с оборота. То есть, соответственно, это огромный процент от вашей чистой прибыли. Этот процент может достигать и 30, и 40, и 50 процентов. От вашей чистой прибыли вы будете просто платить налоги. Но непонятно за что, почему и для чего. Поэтому необходимо в кофейне выбрать нужную систему налогообложения. Это очень важно, чтобы вы просто могли существовать, а не зарабатывать всем деньги, кроме себя. Вы можете выбрать систему налогообложения с фиксированной оплатой, ежемесячной, которая не будет относиться к процентному отношению к вашему обороту. То есть вы не будете процент брать с оборотов и плачивать. Вы просто фиксированную сумму ежемесячно платите и сдаете отчетность раз в год. Следующей ошибкой является то, что я сам себе бухгалтер. Я сам могу там проводки какие-то сделать, все рассчитать и сдать отчетность, и все прекрасно. А на самом деле, я 21 век на улице, и, ребят, не обязательно нужно брать бухгалтера к себе в офис, садить ему на стул, покупать ему компьютер и вообще удивлять ему время. Нет. Сейчас очень популярная услуга, это бухгалтерские услуги на аутсорсе. Вы просто платите какую-то фиксированную сумму в месяц человеку, который будет сопровождать все ваши операции, который будет сдавать вам отчетность и будет вас консультировать во всех бухгалтерских вопросах. Если вы предприниматель, это не значит, что вы должны разбираться в бухгалтерских вопросах. Это не значит, что вы должны сами ехать налогово, сдавать отчетность. Это можно вообще делать уже в электронном виде, имея ключи и ЦП. Поэтому на самом деле все намного проще. И содержание бухгалтера на аутсорсе не занимает абсолютно никакой львиной доли оплаты. То есть это на данный момент достаточно бюджетно, это достаточно и доступно любому предпринимателю. Поэтому, ребят, обращайте обязательно к бухгалтерам и не трепите себе нервы и вообще не теряйте свое время. И еще одна ошибка, что якобы не стоит открываться рядом с конкурентами, особенно если они уже давно там стоят. На самом деле нет, это не так. Можно спокойно конкурировать с любой кофейней. Можно даже дружить с кофейнями и распределять трафик. У вас может быть разная целевая аудитория. У вас, допустим, больше ориентир будет на студентов и на молодежь, а у другой кофейни концепция будет больше подходить для каких-то предпринимателей, для офисных бизнес-встреч, для встреч и переговоров. Поэтому не значит, если возле вас конкурент, что обязательно вы будете конкурировать и забирать у друг друга деньги. Нет, вы можете спокойно открываться и даже дружить. Не нужно бояться проверок и штрафов. Следующая большая ошибка – это то, что человек говорит, вот, кофейный бизнес – это что-то страшное, будут проверки и меня закроют сразу же. Во-первых, нужно соответствовать законодательству, не делать каких-то грубых нарушений. Во-вторых, кофейный бизнес – это не ресторан, это не какая-то автомойка на 300 квадратных метров. Это малый бизнес, которым мало интересуются уже какие-то госорганы, какие-то службы. И не цель вас закрыть. Абсолютно это не есть цель государства – закрыть маленькую кофейню. Не думайте, что все вот только об этом мечтают. Поэтому расслабьтесь. Да, вы слышали о каких-то штрафах. Ну, это нормально, если человек не придерживается каких-то протоколов, тех же протоколов COVID, к примеру. Да, вы можете наткнуться на какой-то штраф, вы можете один раз его оплатить и больше никогда так не делать. Но это ничего страшного в этом нет. И на самом деле, если у вас есть толковый юрист, если вы осведомлены, либо же вашу кофейню открытия сопровождает хороший юрист, то никаких проблем с какими-то штрафными санкциями у вас не будет. Мы давно уже не в лихих 90-х, где находили какие-то рейды, отнимали бизнес и так далее. Ребят, мы уже давно это пережили, уже 21 век на дворе. Поэтому расслабьтесь. Просто знайте законы, возьмите, если вы переживаете юриста, который будет рассказывать, что вам нужно сделать, чтобы к вам не было никаких претензий. Какие сертификаты получить, какие документы в уголок потребителя положить, что нужно, как устроить правильно бариста, чтобы не было никаких штрафных санкций, за что платить налоги, в каком ключе и так далее. Например, в нашей компании франшизы Крема Кафе есть штатный юрист, который сопровождает абсолютно всех наших партнеров всегда на бесплатной основе, потому что юридические вопросы – это те вопросы, которые всегда всплывают на поверхность в любое время работы кофейни. Не только при создании, а и во время работы, а и когда поменялась ситуация в стране, когда поменялось законодательство, когда вам нужно уволить человека и нанять себе нового бариста, это всегда сопровождение юриста. Поэтому в нашей компании оно бесплатно на протяжении 5 лет. Следующая ошибка – это когда вы планируете работать на кофейне всегда самостоятельно. Ну, на самом деле развиваться это вам не поможет. И в любом случае вам нужно будет когда-то уйти и подвинуть место. Это для вашего персонала. То есть вы должны быть собственником кофейни в первую очередь. Круто, если вы вникаете в это. Круто, если вы первых полгода даже уделите время, будете стоять за баром, либо же помогать своему баристу, либо же частично присутствовать в вашей кофейне. Приезжать, проверять, уезжать. Это очень здорово, чтобы вы разобрались совсем от А до Я. Но, тем не менее, это не значит, что вам нужно стоять 12 часов в сутки и открывать-закрывать кофейню и делать все эти процессы. Нет. Вы должны зарабатывать на этой кофейне так, чтобы вы могли обеспечить зарплату ваших баристов, желать на это двоих-троих людей и спокойно еще зарабатывать себе денежку. Для чего же вы делаете кофейню? Следующая ошибка – это если вы поручаете поиск места под аренду исключительно риэлтору, либо же другу, знакомому, но не участвуете в этом самостоятельно. Самое важное, что вам нужно сделать – это заниматься поиском места вместе с риэлторами, либо же вместе с теми людьми, которые вам будут помогать. Поскольку это все-таки ваша прерогатива, в первую очередь, это в вашем интересе на 100%. Поэтому положить эту функцию исключительно на риэлтора и больше ничего не делать является ключевой ошибкой. Место, еще раз повторюсь, это 80% вашего успеха. Поэтому вам нужно будет включаться в работу и самостоятельно также просматривать все объявления, понимать порядок цен, которые сейчас на рынке, понимать квадратуру, какая вам нужна квадратура для создания именно вашей кофейни. Поскольку риэлтор – да, это ваш помощник, но исключительно помощник. Он не делает за вас все, что вам нужно, он не будет за вас просчитать вам экономическую модель под ваше место. Ему главная функция – сдать помещение в аренду, получить свои комиссионные и умыть руки. Все, больше он с вами никак не связан. Ваша функция потом в этой кофейни работа – зарабатывать деньги. Но это абсолютно не интересует риэлтора. Ему все равно будете вы там зарабатывать деньги, чем вы там будете заниматься, абсолютно все равно. Поэтому доверьтесь все-таки в первую очередь себе, а риэлтора уже как сопроводительно, да, берите с собой, но всегда занимайтесь самостоятельно поиском места в первую очередь. И последняя ошибка – это когда вы хотите пройти бизнес-курсы, а потом только создавать кофейню. Или сейчас я научусь готовить кофе, а потом куплю кофейню. Или сейчас я пройду курсы бариста и потом сделаю свой кофейню. Нет, начните делать свою кофейню, а потом запишитесь на профильные курсы, потому что вы даже не понимаете на данном этапе, в чем вам не хватает знаний, какие курсы именно вам нужны и на каком этапе. Кофе вы можете научиться готовить, окей, но может вам нужно что-то более профильное, более углубленное, например, в академическом анализе работы кофейни, либо же в том, как себя мотивировать, есть курсы, да. То есть бизнес-курсов немереное количество, их просто туча. Вы можете просто два года ходить по бизнес-курсам и так и не добраться до дела. Сделайте сначала первый шаг, а потом подтягивайте все остальное к этому первому шагу. Потому что если вы начнете с обратной стороны, то вы можете никогда не добраться и никогда не сделать первый шаг, забояться. У вас может быть сомнение, а потом уже не так интересно, а потом вроде уже много времени прошло, и что-то уже перегорело и так далее. Нет. Сделайте первый шаг, и потом, поверьте, вы найдете возможность и время для того, чтобы подпитать себя нужной информацией, которой вам не хватает. Спасибо большое за просмотр этого видео. Хух, я выдохлась, мы снимали его целый час, но я надеюсь, что оно будет очень для вас полезным. У меня уже ноги затекли на пойти размяться. И надеюсь, что у вас появятся еще какие-то ошибки, может, какие-то комментарии. Пишите, пожалуйста, это будет безумно полезно для меня и безумно полезно для тех людей, которые смотрят наши ролики, поскольку тем больше таких тем мы раскрываем, тем меньше ошибок делает каждый предприниматель в своей жизни. И это здорово. Мир становится немножко лучше. Поэтому спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки. И смотрите, у нас всегда есть полезные ролики для вас. А если вы хотите открыть суперкрутую кофейню без рисков, без потери времени, без потери вашего спокойства, сна и с экономием ваших средств, то приходите в компанию Крема Кафе. Мы вам с удовольствием поможем. Все-таки мы в кофейном бизнесе уже с 2010 года. И немножко в этом разбираемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok